К сожалению, у меня не будет вот такой вот красивой презентации, но в конце этой сжатой лекции, я даже не могу сказать, что это лекция, потому что хоррор ему 120 лет, как, собственно, и киноискусству, поэтому это некий экскурс, назовем его так, да, и будет показан, я смонтировала небольшой такой ролик из, ну, таких, скажем, культовых и важных для киноискусства хорроров. Начну я с цитаты Леца, ну, все, наверное, знают здесь присутствующие, кто такой был Станислав Ежелец, это знаменитый мастер, можно сказать, афоризма и метафоры. Кто по горло сыт страхом, не голоден до впечатлений. Ну, такая, кажется, парадоксальная несколько фраза, но за ней, наверное, стоит двойственность феномена страха. И здесь я бы трактовала цитату в том смысле, что страх может быть отправной точкой для трезвого осмысления окружающей действительности, несмотря на то, что работают миндалины, бей-беги, вот, и, тем не менее, страх позволяет нам анализировать. И, в частности, поэтому, наверное, возник, не просто возник жанр хоррора, а он до сих пор имеет наибольшую аудиторию, если смотреть, ну, относительно с другими жанрами кино. Значит, у этого есть подоплека. Вот, иначе люди не ходили бы и не платили бы деньги за это. Жанр хоррора эволюционировал, но единственным законом, остающимся на протяжении многих лет незыблем, является лежащий в основе страх. Страх и порождающие эмоции страха, то есть беспокойство, тревога, душевный дискомфорт, паника. Был такой знаменитый американский киновед, к сожалению, он умер, Бискент, который написал однажды, что если Жан-Люк Гадар, Альфред Хичкок и Спилберг пытались соблазнить публику, то современные кинематографисты ставят своей целью приезжать зрителя к креслу, обездвижить и не оставить ему никакого выбора. Стоит сказать, что теоретическое осмысление феномена страха подогревалось, ну, как мы все помним, мифами, сказаниями, сказками, и не только братьев грима, существовали различные фольклорные устные практики, которые, в общем-то, тоже в своем основе содержали, как правило, очень страшные истории. Затем была практика готического романа, это Мэри Шейли, Брэмстокер, Эдгар По, Лавкрафт, Кинг, Гоголь, Майринг, ну, и там достаточно длинный список, но можно сказать, что это основные были титаны, которые стояли во главе, скажем так, жанра хоррор. Собственно, перейдем теперь к тому, как появился жанр ужаса в кинематографе. А появился он практически одновременно с появлением кинематографа. То есть уже в 1896 году появился фильм «Замк дьявола». Это 12-минутное повествование, киноповествование, где Мефистофель, соответственно, вызывает духов из ада. Скажем так, что перед этим буквально за год люди падали в обморок, когда видели поезд. Но они быстро освоились, человек очень быстро понимает, что можно сидеть в кресло, вжиматься, и все будет хорошо, тепло, уютно. Поэтому им хотелось чего-то уже более бодрого. Ну, вот тут появились тогда, собственно, режиссеры, которые предложили им дьявола. Значит, зритель осваивался, и пугать его нужно было все более изощренно и изощренно. То есть пошли эксперименты. Собственно, уже в этом фильме были применены первые спецэффекты, потому что просто бояться обычного человека, который появится на экране, ну, не очень страшно. А вот если ему приделать клыки, например, там, намалевать что-нибудь, да, рожки какие-нибудь там приклеить, ну, вроде как, оно же и пострашнее получается. Ну, соответственно, вот спецэффекты, которые видим сейчас голливудские, вот те первые спецэффекты, которые, опять же, повторюсь, в фильме «Замок дьявола» 1896 года, они, конечно, эволюционировали, но, по сути, смысл остается тем же, нас напугать. Желательно до смерти. Значит, ну, перечислил шедевры черно-белого кино в жанре хоррор. Это «Пражский студент», «Франкенштейн», «Кабинет доктора Каллигари», экранизация Эпштейна, знаменитая по произведению «Гарпо» «Падение дома Ашеров» и «Вампир Дрейра». Все это шедевры немого кино, я причисляю. В хорре, как в любом жанре, есть свои культовые сюжеты. Ну, вот если мы возьмем, например, легендарного графа Дракулу, то это более 400 лент. Ну, мы берем вообще все страны, да, потому что каждая страна, включая Индию, например, и Китай, имеет своего графа Дракулу, безусловно. Как мы помним, это по одноименному роману Брэма Стокера 1895 года. Также существует масса картин по мотивам создания искусственного человека. Франкенштейна, Голема или, как мы сейчас говорим, искусственный интеллект. Где ставились этические вопросы уже тогда, в то время, во время немого кино, не бьется ли очередное создание против своего создателя. Ну, скажем так, современные техногенные катастрофы, как бы нам ни хотелось не бояться, да, они говорят о том, что эти опасения, они, к сожалению, обоснованы. Вот. Не всегда и не во всем, но, в частности, да, есть такие факты. Вот интересная история была с фильмом «Носферату», который вы сегодня посмотрите. Дело в том, что когда Мурнау решил снимать этот фильм, то вдова, к которой принадлежали права, авторское право на Западе, в Европе уже тогда, в общем-то, было незыблемым, она отказалась. Ну, не знаю, по каким причинам, но, в общем, отказала Мурнау. Но Мурнау не растерялся, он был человеком достаточно одержимым. Он переписал сюжет, где действия происходят не в Англии, а происходят в Германии, соответственно, немножко раньше, чем действие происходило в Британии. И там вампир, он не превращал людей в вампиров, а просто их убивал. Ну, вот ему казалось, что это очень хорошая затея, фильм получился, ну, судя по всему, гениальным, потому что он входит там в 250 лучших фильмов всех времен народов. Но почему-то вдову это не устроило, и она закатила суд, в общем, в который она, естественно, выиграла, потому что у нее было много денег, и она наняла лучших адвокатов в Англии. Компания разорилась, все фильмы, копии были уничтожены, но некоторые прокатчики сохранили, благодаря чему вы сегодня и увидите. То есть кто-то не испугался и не послушался суда, и в результате того, что люди не всегда боятся, этот фильм сохранился, и сегодня его можно увидеть. Что, значит, ужас? Да, ну вот ужас. Ну, если мы говорим о хорроре, то здесь всегда сопутствует секс, смерть и отвращение. Собственно, то, что нам говорил Фрейд, да, что вот три кита. Но есть, как и во всем, свои стереотипы. Например, считается, что женщины любят фильмы про вампиров, а вот мужчинам нужна какая-то дикая адская резня, без всякого вообще смысла, просто чтобы вот прям вот крошили друг друга и крошили. Вот, ну, опять же, это стереотипы. Я уверена, что среди присутствующих есть женщины, которым нравится, когда крошат, и есть мужчины, которым нравятся вампиры. В разные времена фильмы уже совотражали условия окружающей действительности. Ну, и это факт, да, что если в 50-е нагнецался страх атомной войны между СССР и США, то, соответственно, обыгрывались всякие безумные ученые, пришельцы, которые, конечно, в основном были из Советского Союза. В середине 60-х у нас была сексуальная революция, и даже она каким-то образом была в Советском Союзе, вот, если смотреть, опять же, на историю киноискусства. И вот появилась тема в фильмах-ужасах, значит, монструозные дети. В связи с чем это возникло? Дело в том, что в Америке выпустили лекарство, которое, ну, не знаю, нужно ли это говорить, называлось талидомит, я вот выписала. Оно, значит, должно было поддерживать женское, ну, состояние в течение беременности. Но так как лекарство оказалось непроверенным, то действительно произошли мутации, и родилось какое-то количество, ну, вот, не очень здоровых детей. В результате появилось два шедевра, и очень много было патагонистов, «Ребенок розмарий» и «Оман». Ну, вот, все, наверное, мы помним эти два фильма. Один шедевр Павландского, и второй, я забыла, как зовут, к сожалению, режиссера, но мы все его смотрели. Вот после фильма Мео Ферро, это главная героиня, сыгравшая главную героиню, актриса Мео Ферро, у нее были панические атаки, депрессивная тревожность, которую она лечила, ну, на долгое время, скажем так, да, поэтому фильмы ужасов, они, наверное, для нас безобидны, а для тех, кто, вот, может быть, в них участвует, вот, получается, не очень. Ну, если кто-то собрался участвовать, это так, я предупреждаю. Если говорить о современных фильмах на эту тему, то я бы выделила «Тихое место», может быть, там, заинтересуетесь, посмотрите. Это довольно любопытный фильм, потому что режиссер снимал этот фильм в тот момент, когда его жена забеременела вторым ребенком, это для них была неожиданность, и вот, я так понимаю, что это спровоцировало появление этого фильма, где, значит, они остаются вдвоем с ребенком на всем пространстве, на всем, ну, вот, как бы во всем мире, и живут только монстры, ну, видимо, те люди, которые мутировали в этих монстров, вот, которые слышат звуки, и они как-то научились выживать, они научились общаться с знаками, значит, ну, как-то не шуршать и только более-менее расслабляться возле водопадов, где можно, значит, себе позволить шуметь. Ну, вот в этот момент, значит, жена сообщает, что она беременна, а, естественно, ребенка заставить молчать очень тяжело. Вот, вот такой вот тоже достаточно, мне кажется, человеческий ужас, потому что, ну, каждый, наверное, родитель понимает, что появление ребенка – это прыжок в неизвестность и для ребенка, и для родителя, да. Вот, поэтому хорроры, они не всегда такие вот, ну, резня какая-то, какой-то непонятный сюжет, да, иногда это уже в современном исполнении очень человеческие истории, имеющие психоаналитическую основу. И, наверное, фильм «Шимолана», я не могу здесь не упомянуть, его называют современным хичкоком, хотя критика последнего фильма его разнесла в пух и в прах, но я считаю, что, как говорил Толстой, судить нужно писателя по лучшим книгам, так и режиссера, я считаю, да, поэтому его последний фильм «Визит» – это был самый низкобюджетный фильм из всех, который он снимал, потому что денег ему уже не дают голливудские боссы. Вот, фильм о том, что дети приезжают в деревню, и к бабушке и дедушке, и вот такой вот, ну, можно сказать, хоррор, но с элементами черной комедии. Вот, как сказал сам режиссер, у него колоссальный страх смерти и колоссальный страх старости. И он таким образом пытался прожить, ну, вот этот вот свой страх как-то, да, реализовать. Ну, и заработать денег, понятно. Ну, значит, говорим, переходим к 80-м, потому что у нас так мы быстро бежим, да, вот, переходим к 80-м. Что у нас в 80-х? А в 80-х у нас появляются маньяки. Маньяки у нас появляются в 80-х почему? Потому что если вернуться к фразе «Я жалеется», да, кто сыт по горло, там, что нам, впечатления нам не нужны, да, то 80-е – это сытые рейгановские времена, когда все у людей хорошо. И вот появляются вот эти «Я пивоопасности» фильмы, да, и в частности маньяки, потому что все хорошо, большие белые дома, большие розовые кадиллаки, а людям чего-то хочется, да, и не каждый готов там какой-то адюльтер заворачивать или еще что-то, значит, что мы пойдем в кино всей семьей, и там нам будет страшно, а потом вернемся, да, и нам будет опять хорошо, да. Ну, вот это, собственно, такая реакция буржуазного общества на спокойствие. Ну, оно, кстати, недолго длилось, к этому мы тоже перейдем. Значит, и вот у нас тема маньяков. По распространенному сюжету, ну, самому такому ходульному, ну, значит, группа молодых, обычно симпатичных студентов или школьниц, ну, чтобы было так покровавее, да, пострашнее, вот, куда-то туда они заходят, и за ними начинает или группа маньяков, или один. Ну, если один, то сразу вспоминаем Крюгера, да, потому что это самый главный маньяк всех времен народов. Вот, даже, я думаю, дети, которые выросли уже не 80-е, про Крюгера точно, точно знают. Значит, за всем этим стоял, за всей этой вот тенденцией стоял такой человек, который, собственно, был гримером. Ну, в кино много таких казусов, да, человек пришел гримером, а потом стал, вот, собственно, человеком, который, вот этот жанр маньяков, фактически стал его идеологом, да, и, не сказанно, разбогател, и, в общем, стал любимчиком Голливуда, вот, а был гримером. Потому что он понял, что людям нравится смотреть, когда одни люди убивают других, вот, и, собственно, ничего другого он не придумал, и очень хорошо гримировал всех. Вот. Но, как всегда, есть две тенденции, да, особенно если говорить об Америке, это очень консервативное общество. Естественно, любое консервативное общество склонно к лицемерию. С одной стороны, мы любим секс, с другой стороны, мы не любим о нем говорить. С одной стороны, мы, там, любим бояться, с другой стороны, а как же дети, да, и так далее. И вот, значит, в каких-то кругах, да, общественных началось такое активное обсуждение фильмов ужасов, что порнографии, фильмы ужасы, это повышает степень агрессии, насилия и так далее. И причем это в среде и ученых, и обывателей, и журналистов, в общем, тема активно муссировалась. Была создана целая комиссия, которая написала доклад Рейгану, и вывод был такой, порнография действительно влечет за собой рост сексуального насилия, что сейчас, на самом деле, не подтвердилось, то есть ученые опровергают. Итак, с ростом популярности хорров пошли разговоры о том, что фильмы ужасов повинны «Увеличение числа маньяков». Начались скандалы. В частности, вышел фильм, совершенно не имеющий к целевой аудитории детской никакого отношения, назывался «Тихая ночь, спокойная ночь». Вышел он в 1984 году, то есть когда, собственно, Америка утопала в благополучии и процветания. Есть разворачивание на Рождество, и маньяк, одетый в костюмчик Санта-Клауса, ходит и убивает не совсем рядовых граждан, но которые, на его взгляд, делают не очень хорошие вещи, например, занимаются сексом. И вроде бы ничего такого, фильм не демонстрировался в прайм-тайм, когда дети сидят дома и смотрят мультики. Но, тем не менее, на афишах была вот такая рука с топором и в костюме Санта-Клауса. И все это висело по всем городам. Ну и мамаши, естественно, ринулись в бой. Они сказали, как же так, дети ждут Санта-Клауса, а они видят, что это человек с топором, и он весь в крови. Ну и, соответственно, фильм запретили. Но вот сейчас, казалось бы, что уже столько времени прошло, но вот с фильмом Оно в Америке тоже были большие дискуссии, потому что ассоциация клоунов пыталась запретить фильм. Ну и некоторые мамы тоже говорили, что у детей фобия, они боятся ходить в цирк. Поэтому неплохо было бы фильм запретить. Поэтому вот с хорром, видеть, такая всегда, есть какая-то двойственная ситуация, всегда есть желающие что-то запретить. Замейный исследователь кино Робин Вуд предложил теорию, согласно которой ужасы заигрывает с нашими представлениями о нормальности. Ну, понятно, что у каждого человека есть представление в силу общественных каких-то норм, да, и так далее. Ну, как правило, это социально-общественные институции. Представление о том, что такое норма. Нормальная семья, нормальные отношения, нормальная работа, и так далее. И вот Вуд считает, что сама нормальность и есть подавляюще репрессивна. То есть человек не может выражать себя. Ну, в частности, он был открытым геем, и он считал, что это были 80-е, он считал, что человек не может быть геем, не может создавать семью, как в качестве гея. Ну, это одно из, да, и так далее. И депрессивная действительность нередко вызывает серьезное душевное расстройство. Ну, вот его позиция была, что фильмы ужасов как раз-таки помогают соотнестись со своими страхами, которые зажаты вот этими социальными репрессиями, да, что ты должен быть мужчина, значит, должен бегать, отжиматься, там, ты женщина, значит, там, суп вари, ну, вот это все, да. То есть мы тут не только о гендере говорим. Вот. И хотя бы на символическом уровне. То есть он как раз вот был апологетом хоррора, да, потому что критики обычно хорроры не любят. Это я вам говорю вот прям честно. Да, и до сих пор мы в хоррорах видим, это, наверное, будет вам интересно, страх перед феминизмом. То есть вот отражение вот этого страха, который на самом деле первобытный страх тоже, да, перед сильной женщиной, амазонкой, которая обязательно там что-то кастрирует или еще там что-то совершит. Вот дай волю, она сразу вот это вот прямо у нее же вот главная ее идея. Вот. И, ну, у этого тоже есть мифологические подоплеки, да, и масса там каких-то исторических коннотаций. И тем не менее, если мы посмотрим современные фильмы о ведьмах, тоже ведь такой жанр хоррора, да, в частности, есть фильм «Последний охотник на ведьм», то там это все очень тонко подано. Чтобы режиссеры не обвинились в сексизме, там есть злая ведьма, которая абсолютно необоснованно просто хочет уничтожить весь мир. И есть мужчина-герой, который, ну, традиционно приходит и хочет спасти мир, значит, убить эту злую ведьму. Вот. Но так как это получается, что, опять же, инквизиция и все нехорошо, значит, появляется добрая ведьма, и она почему-то вдруг из ведьмы превращается в обычную женщину, которая склонна к традиционным ценностям. И создает с ним брак, и помогает ему бороться со злой ведьмой. Ну, то есть все равно мы приходим в конце вот как бы, да, к тому, что все-таки хорошо, мама, папа, я, дружная семья, и вот. И вроде бы и волки сыты, и овцы. То есть вот режиссерам хоррора приходится выкручиваться. Да, ну, а то, что первобытное зло воплощено в ведьме, это как бы мотив фильма, он, конечно, никуда не уходит. И зрители все равно уходят с ощущением, что да-да-да, вот эти женщины, только дай им волю. Итак, Робин Вуд, ну, на мой взгляд, конечно, я не такой великий кинокритик, и, в общем-то, я вообще сейчас больше в продюсирование ушла, но тем не менее, он делает вывод, что если наша жизнь станет хорошей, то хорроры вообще исчезнут. И мы должны желать такого общества, в котором фильмы ужасов, как отражение социальных страхов, будет невозможен. Но я считаю, что это утопия, потому что это невозможно, потому что у человека все равно есть страхи, которые носят эксценциальный характер, да, и так далее. Да, страх смерти, это не от того, что у тебя репрессирует общество, да, он просто есть и все. Если говорить о аспекте таком психоаналитическом, то вот те наблюдения, которые уже, ну, больше со стороны психоаналитиков, да, человеку в подавленном, тревожном состоянии, интересно наблюдать, как кого-то другого мучает и убивает. То есть не только, когда человек сыт и у него все хорошо, но и когда человек, то есть вот этот момент, да, тоже интересный. То есть человек может от того, что у него все хорошо, хотеть бояться, да, испытывать такие странные, ну, вот эти вот чувства, вот, удовольствие от того, что кого-то там крошит или там вампиры за ними гоняются, а вот может от того, что просто ему настолько плохо, что ему приятно, когда кого-то мучат. И это тоже вот такой момент, ну, как бы вот он есть. Агрессия и сексуальность два основных влечения, подавление которых может вылиться в самые изощренные формы. И, что характерно, провели исследования в сельской местности, где уровень стресса ниже, да, ниже уровень стресса, ниже уровень агрессии, любителей жанра хоррор в разы меньше. То есть, ну, прям вот в разы, никогда там в два раза, да, вот прям очень сильно. Это говорит тоже о том, что, наверное, все-таки, когда большое скопление людей, то есть большие города, создают более агрессивную форму, ну, может быть, там, депрессивную и так далее. Вероятно, фильм ужасов могут подтолкнуть к убийствам людей с подавленными влечениями и трудных подростков, как это было, если вы помните, был фильм «Прирожденный убийца». Это был такой, ну, достаточно взрывоопасный фильм, который мы все смотрели. Вот, он был еще по тем временам, но какой-то шок у меня, например, был, да. Может, потому что я была юная, может, потому что действительно это достаточно шоковый фильм. Так вот, после выхода этого фильма по США, в частности, прокатилась волна преступлений, когда подростки действительно убивали людей, им казалось, что это романтично, и как-то, ну, вот, такой факт был, да, но это практически был единственный фильм, когда вот такой был странный эффект, и режиссер пришлось очень сильно извиняться после этого, и он не ожидал, что это, что так может быть. Вот, поэтому здесь тоже нужно думать еще о том, что у кинематографа все равно есть какая-то этическая, да, ну, какая-то страна, и может быть, ее нельзя переходить в кино. То есть, когда мера условности, тут вопрос меры условности для меня. Возвращаясь, собственно, к жанровой полифонии, наметившись в последние десятилетия, остается добавить, что новая жанровая парадигма предложила хорру занять место в одном ряду с жанром триллер, вот чего раньше не было, да, потому что раньше хоррор, хоррор, это значит какие-то там упыри, вурдалаки, маньяки, монстры, вот, постепенно это произошла мутация и проникновение в жанр. И на данный момент уже очень сложно разделить два этих жанра часто, да, то есть, что это хоррор или триллер, триллер или хоррор, ну, как-то такая градация уже почти что незаметная. Фильм уже с новой формацией, это фильм, в котором совсем не обязательно правят бал, монстры, чудища, это часто фильм повышенной, порой извращенной жестокости, в котором эскалация насилия становится самоцелью и главным аттракционом. Ну, то есть, вот, тенденции в триллер, тенденции просто в такую абсолютную резню какую-то, да, бензопилой. Кинематограф и кинематограф ужаса, в том числе, с момента своего появления исполнял, в том числе, функцию психоанализа. Таким образом, многократное повторение в жанровом кинематографе вариации одного и того же сюжета можно охотеризовать как своего рода психологическую методику, смысл которой заключается в том, чтобы раз за разом прокручивать в голове конфликтную ситуацию, и таким образом ее изживая. И, в частности, об этом говорил Питер Ханеке, который снял, ну, на мой взгляд, самый, самый ужасный фильм ужасов для меня, это «Забавные игры». «Фанни Геймс» они называются, это фильм 2001-го, возможно, года, или 99-го года. Ну, вот для меня это что-то действительно ужас, который я второй раз себя заставить посмотреть просто не смогу. Вот, и он говорил о том, что, наверное, вот эти фильмы необходимы для того, чтобы человеку прожить внутренний ужас. Ну, я не знаю, зачем я этот ужас прожила до сих пор, лучше бы я не смотрела этот фильм. Да. Интересный момент в том, что, если раньше, например, в 80-х годах, да, и даже еще в начале 90-х, вот, хоррор был о чем? О том, что, например, да, о том, что, например, ну, некий человек, некая семья оступилась, например, мужчина завел любовницу, или, например, они заехали не по той дороге, хотя чувствовали, что вот не надо было заходить, или зашли в дом, хотя поняли, что в дом не надо заходить. То есть, в любом случае, человек ошибся. Вот, как бы, мир, в неком цивилизованном обществе, в котором ничего не может случиться, ты в полной безопасности. Но, на самом деле, все изменилось в один момент, мы все помним этот момент, и, да, это произошло, когда, собственно, был теракт, вот, и нью-йоркские, нью-йоркские близнецы пали, и в этот момент цивилизованный мир понял, что они не безопасности, да, вот, и появилось новое направление, когда мир стал абсолютно опасным. То есть, фактически, может быть, опасным, мой мобильный телефон, может быть, опасным все, что угодно, да, из телевизора, то есть, пошла волна фильмов, которые, собственно, ну, в частности, фильм «Сигнал», где пандемия распространялась изо всех источников техники, и люди сходили с ума, у них были галлюцинации, и так далее. То есть, вот, мир не просто небезопасен, а он абсолютно опасен. Вот такие тенденции появились в хорроре. Ну, и то, что забавно играть, Ханеке, наверное, никто этого не повторил, но, тем не менее, эта тема, которая появилась после Второй мировой войны, это когда в твое личное пространство вторгаются незнакомцы. Это тоже такой мета-сюжет, который ходит из фильма в фильм, может быть, там он просто доведен до какого-то абсолюта, до предела, да, но в целом, сейчас это тоже расхожий сюжет, когда ты открываешь дверь или машины, или чего-то, и происходит что-то ужасное, да, вот, ну, я думаю, что все-таки связано больше с терактами, вот с этим всем ощущением того, что мы не в безопасности. Ну, если так уже совсем коротко, то хотелось бы сказать о том, что японский хоррор, например, да, это отдельный жанр, вот, сейчас у нас нет времени на этом останавливаться, и французский, например, хоррор тоже отличается тем, что, например, в Америке табу показывает, что дети – это зло. Это табуировано, американцы не могут, дети – это всегда очень хорошие, безгрешные существа. Французы показывают детей монстров, потому что, как мы помним, Рэй Брэдбери говорил, что ребенок – это чистый лист, а значит, у него нет абсолютно нравственных основ, поэтому он способен на все, что угодно. Ну, мы помним, да, как там они убили своих родителей, потому что хотели смотреть телек. Вот, собственно, да, вот, французы, они как-то вот себе позволяют такое снимать. Ну, а японцы все, мы помним фильм «Звонок», вообще себе все позволяет, там у них дети вообще все, вот, и я уже заканчиваю. Рэмэро – это очень известный такой тоже режиссер американский, который снимает хорроры, поднимает извечный вопрос, который раньше относился в основном к документалистам, и сейчас мы маленький такой эксперимент проведем. Вот, документалисты его знают, но среди нас, если нет документалистов, тогда, значит, узнаете. Вот, сейчас проведем эксперимент, потом скажем, что Рэмэро сказал, и что среди документалистов, когда проводят эксперимент, какая примерно процентное соотношение. Вот смотрите, происходит что-то ужасное, но я не знаю, что каждый представляет себе вот ужасным что-то. Вы снимаете это на гаджет, или вы пытаетесь что-то сделать? Вот, вот давайте поднимем руки, кто снимает это ужасное на гаджет? То есть я так понимаю, что все, кто не поднял руки, все будут что-то пытаться делать, как-то менять, да, влиять как-то на то, чтобы это ужасное остановить. Третий вариант, бежать, бежать. А, давайте третий, ну вот, третий вариант не предполагается, но, ну хорошо, да, это интересно. Ну то есть в целом, аудитория за то, чтобы что-то делать, да, не снимать. Бежать. Бежать. Нет, наблюдать это значит снимать, это ситуация для документалиста, документалист тоже фиксирует, наблюдает, это не третья ситуация. И в принципе, бежать это тоже не третья ситуация. Вот есть два варианта, в жизни вообще обычно два варианта. Вот, они радикальны, да, ну как бы, дуализм, да. Ну в общем, документалисты обычно делятся на 50%, и если человек говорит, что он будет что-то делать, а не снимать, значит он не документалист. Ну вот такая байка, да. А Ромеро говорит следующее, он говорит, что 90% так, что будет делать современный молодой человек с мобильным телефоном в руках, и рядом т.д. да-да-да-да-да. Лично он дает на этот вопрос неутешительный ответ. Он характеризует итог, ну говорит, что 90% будет снимать, и, ну это все-таки Америка, да, они же там вот американцы-то такие, снимать будут. Вот. И он говорит о том, что не Ютуб влияет на человека, да, а человек, то есть общество формирует контент Ютуба, что это не совсем так, что вот человек смотрит хоррор и становится злом, да, мы сами, то, что есть в нас, кино только отображает нас, ни больше, ни меньше. И последнее, что хотелось бы сказать, мир, который традиционно можно поделить на какие-нибудь две группы, в настоящее время разделен на авторов и зрителей, причем дистанция между ними истончилась до предела. Так что надо ну, как-то себе задавать вопросы этические, наверное, вот, чтобы не превратиться в монстров. Да, давайте посмотрим ролик. Я там не успела титры. Прокомментируешь как-то? Или прям смотрим сразу? Да, да, да. Мы смотрим, я могу просто говорить, какие фильмы, потому что не успела титры, я уже перед выходом все это дело делала. Вот, сейчас я... А там сначала нету звука, а потом есть. А потому что ты не... А там, да, просто дело в том, что это же не мы у нас. Ты можешь включать. Сейчас. Ты можешь играть на... Так, это у нас первый пошел ролик, да? Да. Вот мы смотрим Франкштейна, мы смотрим, это десятый год. Ну, качество записи, конечно, оставляет желать лучшего. Надо понимать, что все эти сюжеты, они кочуют из... И только меняются технологии, а по сути, в общем, скажем так, проблемы одни и те же остаются. Вот видите, да, какая реакция разная. Вот им было страшно, а нам смешно. Тоже такой момент любопытный. Все это мера условности. Ну, и киноязык развивался, естественно. Сейчас мы смотрим кабинет доктора Каллигария, это 1920 год. Как фильмы были немые, то приходилось актерам играть очень экспрессивно, поэтому у нас это вызывает смех, но именно в силу того, что все так вот, как вот предыдущий лектор говорил о том, что эмоции там, да, они выражают, вот здесь они выражены с максимальной амплитудой. Поэтому мы на лекциях в Авгике всегда смеялись на всех этих фильмах. Это мистер Джекилл и доктор Хайт. Это, кстати, тоже сюжет, один из самых распространенных. Собственно, это психоаналистический такой сюжет о том, что бессознательное, да, вот это оно, и в человеке есть его какая-то сознательная личность и есть то, что есть внутри, где человек может себя проявлять абсолютно противоположно тому, что не есть его лицо персона. Мистер Джекилл и доктор Хайт тоже порядка 100 организаций. Это фильм Дрейра, 32-й год, «Вампир». Дрейр – это была предтеча Бергмана, можно сказать, что это был его учитель, великий режиссер и шведский. Единственный момент, он закончил карьеру очень рано, когда пришел звук в кино, он больше не снял ни одного фильма. Он сказал, что это трагедия для кино, и кино для него умерло. Но кино не умерло, оно развивалось, а для нас остались такие картины. Это не самая лучшая, наверное, работа, но она тоже очень показательна. Когда кино было черно-белое, то работали с тенями, потому что тени давали саспенс. Это ребенок из Марии, «Поланского». Фильм, который принес «Поланскому славу» в Америке. «Поланскому славу» 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 Играет музыка. Это просто то, о чем мы говорили, 80-е годы, 86-й год Фредди Крюгер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и для хоррора этого периода было очень важно оружие. Обычно это убивали металлическими предметами, ножами, кинжалами. Вот этот период почему-то характеризован именно любовью к холодному оружию. Предположение фильма – это ОМАН, 2006-й год. Здесь же обыгрывается тема того, что люди в ожидании какого-то апокалипсиса. И есть некий бессознательный страх того, что апокалипсис произойдет. И что зло оно где-то уже есть, но вот оно пока ждет целый час. То есть это некая такая проекция. Но это не Дональд Трамп, потому что он не может быть. Он родился намного раньше. И последний фильм, который… Ну, не фильм, а эпизод. Это фильм совсем свежий. Наверное, его все видели. Этот фильм – ОНО. В этом фильме было очень много споров. Мне кажется, здесь уже хоррор, как раз такой показательный момент хоррора с триллера. Скорее, это психологическая все-таки драма, обернутая в обертку хоррора. Дарья, это не так, что я никогда не был в обертке хоррора. Люди, которые дарят, универсятся шесть раз на национальный уровень. И это просто грань-с. 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 Я видел что-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, и он страшен, наверное, не тем, что там происходит, хотя, конечно, это очень плохо, когда человек мучает, да, и ты на это смотришь, а тем, что мы, собственно, смотрим апологии той жизни, в которой мы сейчас живем. Вот, поэтому страшно именно это. То есть здесь ужас такой метафизический, экзотенциальный, он не столько связан с тем, ну, мы испытываем отвращение определенное, да, когда мы смотрим груз 200, но все-таки ужас не от этого отвращения, вот, визуального, да, а скорее вот от того, что мы понимаем реально, что хотел сказать нам автор. Вот, ну, просто, когда 20 минут, я даже вот то, что было там, я выкинула половину, потому что, ну, это очень мало, понимаете, хоррор, это ведь 120 лет, да, вот, и это масса режиссеров, которых о каждом можно говорить не 20 минут, а 200 часов, вот, поэтому, к сожалению. Ну, может быть, наши встречи не последние, мы как-то когда-нибудь увидимся и пообсудим. Давайте я сразу вас с Нелли приглашу, я еще не знаю, на какую дату, но у нас есть формат антикафе в пятницу, у нас в информационном центре по атомной энергии, мы можем какую-то пятницу запланировать, пригласить, кому интересно посмотреть, там же можно какой-то фильм выбрать, и вот с вашим участием, с вашими комментариями, из какой-то лекции. Я с удовольствием, может быть, даже какую-то тему предложите, может быть, так даже будет лучше пойти по такому пути, чтобы это не было так авторитарно, да, что вот я вам сейчас, молодые люди, расскажу, вот вы у меня сейчас увидите хоррор, мне хотелось бы, чтобы демократично было. Ну, кому что интересно, вот прям можно сейчас сразу назвать. Что? По фильму? Ну, мне крайне очень сильно нравятся слэшеры, любые. Детская игра, Пятница, Тринадцатый, Кошмарная улица Вязов, вот прям всей душой к ним. А что, поясни, что такое слэшеры? Ну, это хоррор, да, разумеется. Ну, слэшеры то, что вы нам описывали, ну, коротко говоря, группа подростков и маньяк, также используют название «отсчет тел». А сейчас слэшеры новые появились, это группа американцев приезжает в Европу, вот, они такие беленькие, в беленьких футболочках, рубачках, наивные, и вот там вот в Европе с ним происходят всякие кошмары, то есть вот действия те же самые слэшеры, но только уже не в Америке, в каких-то там Флориде, да, где, не Флориде, а где-то всегда происходит Айдаха какой-нибудь там, да, да, или Пенсильвания, а где-то вот уже вот в Америке, вот они несчастные забрели, и вот там-то их топорами-то и это. Я сейчас не буду спрашивать, потому что они подумали, что вы, Нелли, только в фильмах ужасов разбираетесь, а это не так. Я как раз небольшой поклонник этого жанра, я, конечно, больше люблю неореализм, там, и все такое, но мне, в принципе, любое кино, понимаете, это есть свои шедевры, да, а даже если фильм не шедевр, то там все равно есть, что накопать с разных, ну, позиций, с разных ракурсов, да, гендера, там, и не знаю, расовых каких-то аспектов и так далее, да, социополитических, в конце концов, это интересно. Давайте еще один вопрос. Есть такая версия у психоаналитиков, что когда люди смотрят вот эти фильмы про убийство, жестокость и так далее, здесь играет роль некий фактор естественного отбора. Когда человек видит, что убивает другого, он как бы радуется, что это не с ним и что конкурентов меньше, что вы об этом думаете? Ну, безусловно, безусловно, как бы один из мотивов вообще, да, пугаться, это понять, что у тебя все не так плохо. Ну, объективно, да, вот ты думаешь, ну, все, капец, капец, блин, да, там, я не знаю, не замужем, блин, детей нет, все, пошла вешаться. А тут смотришь, ну, ни хрена себе тут ее топором так, потом еще на крюк подвесили, не, ну, у меня все нормально, я вообще и замуж выйду, детей дорожаю, так что пошла и обожаю. И вот, ну, да, этот мотив, конечно, безусловно, есть, но он, вот, там много, понимаете, многоаспектно, то есть кто-то идет за этим, кто-то идет до того, что все так уже хорошо, но так хорошо, что уже хочется, чтобы даже плохо было. Вот, опять же, да, вот мотивация. А кто-то идет от подавленности и проводили эти исследования, сегодня просто, я читала серьезные исследования, когда готовилась к лекции, и, да, то есть люди, которые испытывали, ну, вот их били в детстве, допустим, да, вот были какие-то травмирующие ситуации. Им нравится действительно смотреть именно, не для того, чтобы себя лучше почувствовать, а просто те пытки, которые, возможно, они могли бы их совершить над другими людьми, возможно, нет, это уже третий вопрос. Но то, что им нравится именно испытывать эти эмоции, глядя, как мучают других людей, это тоже есть. Но я думаю, что лучше пусть они на это смотрят в хоррорах, чем они это будут пытаться реализовать, ну, непосредственно, да. Ну, я думаю, что это некий выход, да, агрессивным таким проекциям, пусть они будут вот на символическом уровне все-таки. То есть это терапевтический аспект, мне кажется, хоррора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА